Здравствуйте! На канале Бук ТВ большие вечерние новости. В студии Виталия Матюшин. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти 7 дней. Какие решения были приняты, какие инициативы были начаты. Коротко о главном. О безопасности на производстве. Предприятие Санта-Бремер принимало выездной экзамен по основам правил охраны труда. Строительные перспективы. На Кобринском путепроводе активно идут работы по устройству комплекса. Помним и чтим, в Бресте прошли мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда. Прямо сейчас об этом и не только. Вопросы охраны труда на производстве не теряют своей актуальности. Ведь от того, насколько будут соблюдены все нормы и требования, как правило, зависит не только здоровье, но и человеческая жизнь. В городе соблюдение требований охраны труда контролирует специальная комиссия, возглавляет которую первый заместитель председателя Брестского горесполкома Вадим Кравчук. На текущей неделе ее представители принимали выездной экзамен у сотрудников компании Санта-Бремор. Кроме проверки знаний по основам техники безопасности, представители комиссии осмотрели условия, в которых трудятся рабочие предприятия, а также ознакомились с экологической стороной деятельности организации. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Первый выездной экзамен прошел на территории предприятия Санта-Бремор. Такая форма аттестации сотрудников по основам правил безопасной деятельности позволяет не только оценить общий уровень знаний специалистов, но и увидеть, насколько ответственно здесь относятся к жизни и здоровью специалистов. 10 вопросов и 20 минут на размышления. Сканирование ответов проходит без человеческого вмешательства на компьютере. Желающие же лично пообщаться с экзаменаторами отвечают на устные вопросы, предварительно вытягивая билет. Брестским городским исполнительным комитетам уделяется особое внимание именно охране труда на предприятиях, на всех формах собственных, у всех субъектов хозяйствования. В 2018 году произошло 26 несчастных случаев, 4 из них, к сожалению, со смертельным исходом. Если посмотреть в отраслевом разрезе, то наибольшее количество несчастных случаев произошло в строительной отрасли 12, в промышленности 6, в транспорте 3 и на ряде других отраслей. Цифры статистики по итогам 2018 года стали еще одним поводом для того, чтобы посмотреть на превентивную работу изнутри. Понять, почему в отдельных случаях она не дает своего результата. К слову, в большинстве несчастных случаев пострадали люди старше 50 лет. Их излишняя самоуверенность стала поводом для трагедии. Что же касается предприятия «Санта», то здесь к вопросам безопасности на производстве отношение особое. Каждое рабочее место обустроено в соответствии с нормами и требованиями законодательства. Кроме того, в обучении специалистов активно используются наглядные атрибутики и информационные стенды. Однако так бывает не везде. Именно поэтому задача мобильной группы – нацелить руководителей предприятий на более активную работу со своими сотрудниками в вопросах соблюдения правил безопасности на производстве. А пример выездных аттестаций специалистов могут перенять и другие комиссии области. Если говорить о городе Бресте, то сегодня они являются новаторами в том, что проверку знаний проводят именно выездные на предприятиях, где можно практически посмотреть и практически поучаствовать специалистам в тех рабочих моментах, которые являются, скажем так, обязанностями специалистов по охране труда. Продемонстрировали участникам мобильной группы и экологичной технологии утилизации отходов. Сегодня для города этот вопрос не менее актуальный, ведь в областном центре работает большое количество предприятий. Однако они не должны наносить вред окружающей среде. На Санте здесь особый контроль. На нашем предприятии очень большое внимание уделяется экологической безопасности. С 2012 года у нас работают очистные сооружения, физико-химические очистки. Они на сегодняшний день обеспечивают все необходимые требования по сбросам в городскую канализацию. Однако стоять на месте мы не можем, потому что предприятие очень динамично развивается и меняется структура стоков, которые на сегодняшний день начинают принимать очистные сооружения. Поэтому с прошлой недели у нас проводятся пилотные испытания новых технологий по переработке производственных сточных вод. Возвращаясь к вопросу контроля, стоит отметить, что в 2019-м мобильная группа планирует посетить как можно больше предприятий, чтобы несчастных случаев на производстве становилось меньше. Наша одна из задач именно городского исполнительного комитета – дойти до каждого субъекта хозяйства, выехать практически на каждое предприятие. И в данном случае у нас работает очень активно мобильная группа, которая выезжает на предприятие, выявляет те или иные нарушения. По результатам даются рекомендации и устанавливаются сроки их устранения. Поэтому мы на основании данных рекомендаций, на основании тех нарушений, которые есть, именно комиссия по приемке знаний и будет учитывать именно те нарушения, которые происходят, чтобы в дальнейшем данных нарушений нам не допускать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. По итогам 2018 года больных наркоманией, токсикоманией и потребителей психоактивных веществ в Брестской области более 1 тысячи человек. Кроме этого, наблюдается рост суицидов и суицидальных попыток, совершаемых подростками. Как правило, основная масса приходится на детей из неблагополучных и неполных семей. Новые формы борьбы с наркоманией и другими медико-социальными проблемами уже практикуются в Бресте. Накануне в городе открылся первый в Беларуси центр наглядной профилактики. Проекторы, телевизоры, компьютерная техника, информационные стенды. Центр наглядной профилактики оснащен по последнему слову техники. Здесь учащиеся молодежи, психологи, преподаватели и милиционеры будут рассказывать и показывать всю правду о действии наркотиков, алкоголя и табака на организм человека и о причинах распространения химических средств. А следующий кабинет предлагает совершить экскурсию в своеобразный анатомический музей, оснащенный муляжами и моделями внутренних органов человека до и после злоупотребления вредными веществами. Идеологическая составляющая здесь однозначно тоже есть, потому что многие средства массовой информации, социальные сети, такого может быть деструктивного характера отчасти, я об этом тоже скажу, подталкивают молодежь к совершению вот этих негативных поступков. И вот этот центр это как раз показатель того, как нужно позитивно, в позитивном направлении бороться с этой проблемой. Также здесь будет работать компьютерная программа, созданная студентами Брестского государственного технического университета. Она способна показывать в режиме реального времени, как может выглядеть человек, злоупотребляющий пагубными привычками. И хотя прогресс в области борьбы с наркоманией в Беларуси есть, такая система визуализации станет хорошим дополнением к этой работе. После совершенствования законодательной базы и нормативной прорывы, мне стало легче бороться с наркоманией. Более жесткое отношение к потребителям и распространителям сложнее стало достать наркотики, пересекаются каналы их доставки. Деятельность Центра наглядной профилактики будет основана на работе со школьниками в возрасте от 14 лет, учащимися ПТУ и СУЗов, студентами ВУЗов. Новое заведение представляет собой три помещения, все находятся на базе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. А идея создания новой модели профилактической работы принадлежит УВД Брестского облсполкома. Создание вот этого Центра наглядной профилактики, он влечет с собой доведение конкретной актуальной информации для более адресно, для меньших групп, которые могут не только быть просто слушателями, а могут вступать в активный диалог со своим лектором. Причем инициатива этого Центра была, чтобы здесь присутствовали специалисты из всех сфер жизнеобеспечения наших граждан. Первыми гостами Центра наглядной профилактики стали учащиеся средней школы номер 3 города Бреста. Для школьников был подготовлен просмотр фильма, информационная лекция и посещение зала с макетами органов. Я думала, что все совсем не так. Я думала, что будет не так серьезно, что, по крайней мере, девушка не сможет уметь детей при таком. Честно, я испугалась и поняла, что в жизни даже не попробую и не хочу, нет никакого желания. Честно, это страшно. Занятия будут проводиться в рамках внеклассных мероприятий и шестого школьного дня. Виктория Нечаева, Андрей Щерба, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Несмотря на довольно переменчивую погоду, строители по-прежнему продолжают трудиться на возведении главных объектов, чей ввод запланирован на год тысячелетия. На западном обходе уже практически полностью собран так называемый каркас конструкции. Активно ведется работа по оснащению Кобринского путепровода. Первый этап строительства завершился вводом дополнительной полосы для движения. Сегодня строители заняты двумя оставшимися полосами – обустройством подземного перехода. Оценили масштаб стройки и наши корреспонденты. Они активно наблюдают за возведением и реконструкцией моста и готовы поделиться самой актуальной информацией. Строительство Кобринского путепровода вошло в перечень важных инфраструктурных сооружений не случайно. Поток автомобилей, который ежедневно курсирует через мост, можно сравнить с аналогичным в больших городах. Важный транспортный узел связывает две части областного центра – центральную и восточную, а потому здесь всегда многолюдно. Если раньше автомобили ехали лишь по двум полосам движения в две стороны, то после реконструкции их станет больше. По левой стороне уже идет движение, правую сторону мы сейчас возводим. Путепровод представляет собой железобетонный рамный неразрезной путепровод. Четыре пролета, два пролета по 20 метров, два пролета по 24 метра. Работы на шестиполосном мосту сегодня разделены на блоки. Сконцентрированы они на участке, где идет устройство нового путепровода. Последние работы завершены были, они были связаны с разборкой бывшего путепровода. В настоящее время ведутся работы по устройству нового путепровода. В душе, как видно, сделано два пролета. Ведутся работы по устройству четвертой опоры и работы по пятой опоре. Реконструкция Кобринского путепровода должна качественно повлиять на движение транспорта. Кроме того, что теперь здесь шесть полос для перемещения, отдельная дорога будет функционировать и под мостом. В проекте учтены и интересы пешеходов, которые поначалу расстроились с тому, что переход перед путепроводом закрыли. Сегодня активно идет работа по благоустройству пешеходных дорожек на самом путепроводе. А для тех, кому нужно будет попасть на другую сторону улицы, специальный переход. Под путепроводом будет вдоль железной дороги проезд. Это будет развязка с выездом на улицу Нефтяная. Поэтому никаких трудностей в принципе в дальнейшем при разворотах, при выездах на улицу Малая и улицы Нефтяная не должно быть. Устроится новый подземный пешеходный переход в непосредственной близости к перекрестку с улицей Малая. Поэтому то, что закрыли старый переход, который был через дорогу, это решение очень даже хорошее как для автомобилей, так и для безопасности пешеходов. В непосредственной близости прямо рядом построен будет новый пешеходный переход. Безопасно, просто и совсем рядышком с бывшим будут проходить люди. Меняющиеся погодные условия, конечно, повлияли на сроки работы над объектом, однако сегодня уже все идет по плану. Сейчас мы работаем по земельному полотну, но наши коллеги мостовый отряд 58 работают по опоре номер 4 и номер 5. Подразумеваем, что уже к середине марта месяца будут собраны все пролетные строения. И когда благоприятные погодные условия наступят, мы будем работать с зарожной одеждой и по мостовому полотну, чтобы как можно быстрее открыть движение по новому путепроводу. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Букунович, Дмитрий Лазарычук. Специально для итоговой программы. К другим темам. В конце января отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это очень важная дата как для жителей Петербурга, так и для белорусов. Сегодня в Бресте проживает 14 блокадников, людей, испытавших на себе все ужасы войны. Голод, холод, потерю близких и бесконечный страх. С тремя из них в областном лицее имени Петра Машерова состоялось тематическое мероприятие, приуроченное к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом сюжете мы не будем рассказывать о том, что написано в учебниках истории. Мы покажем тех, кто стал живым свидетелем блокады. Вообще блокадники совершенно особенные люди. Они выжили в нечеловеческих условиях, но остались людьми. Яркий пример – капитан первого ранга Валерий Касатонов. Когда началась блокада, ему было пять. Валерий Федорович на собственном опыте ощутил весь ужас войны и жизни в блокадном городе. Но когда речь идет о воспоминаниях, о том жутком испытании, он уходит от ответа. О плохом ветеран предпочитает не вспоминать. Вы знаете, о блокаде, что бы ни рассказывали, все равно люди никогда не поймут, что это такое. Просто Великая Отечественная война – это самая тяжелая страница в истории нашего государства. И вообще надо сказать, что война – это самое грязное деяние человечества. Не дай бог. Блокада – не просто слово, потому трагические страницы перебирать в душе больно. А вот о тех героических днях, когда величие подвига Ленинграда охватило всю страну, Валерий Касатонов вспоминает с воодушевлением. Это был конец января 1944-го. Это был самый большой праздник для жителей Ленинграда. Это самый большой праздник. День Победы мы его назвали. И впервые в Ленинграде был произведен салют в честь победы по освобождению города. Раньше все салюты проводились в Москве. А с разрешения Сталина, поскольку величие подвига Ленинграда настолько всех охватило, что он разрешил провести салют в Ленинграде. Те, кто пережили блокаду и увидели победу, стали участниками памятного мероприятия в областном лицее имени Машерова. Лицейсты подготовили для гостей большую сценическую программу. Ветераны, в свою очередь, рассказали молодежи о том, как выживали в тех страшных условиях. Блокада Ленинграда унесла жизни тысячи человек. Причем большинство погибло не от бомбежек или обстрелов, а из-за голода. Они же, дети блокады, говорят, было страшно. Сегодня важно помнить правду о той осаде, которая длилась почти 900 дней и ночей. У историков есть такое понятие – роль личности в истории. И когда дети встречаются с людьми, которые действительно являются, как вы выразились, проводниками тех событий, они видят не какую-то написанную историю, они слышат живые рассказы, живые переживания, какие-то личные воспоминания тех людей, кто действительно прожил те страшные 900-800 с чем-то дней. Городской совет ветеранов в преддверии этого мероприятия объявил акцию «Помнить, чтобы жить». Ее участники – именно жители блокадного Ленинграда, те, которые были награждены медалью «Житель блокадного Ленинграда». Только три может участвовать в мероприятиях, а смысл акции таков, что 11 человек мы навестим на дому. Увы, с каждым годом этих мужественных, сильных и действительно особенных людей становится все меньше и меньше. Их пощадила война, но не щадит время. Сегодня в Бресте 480 ветеранов Великой Отечественной и пострадавших от фашистов, 142 участника боевых действий и 14 блокадников. Только трем из них здоровье позволило прийти на встречу к лицеистам. Молодежь не скупится на искренность и эмоциональность. Дрожь, мурашки потелось, мы бежали, когда эти ужасные цифры, тысячи людей, тысячи бомб погибли. Было сброшено, это очень страшно. Это было очень страшное время, и люди, которые это пережили, просто настоящие герои. По данным историков, погибших в блокаду Ленинграда больше, чем погибло в Англии или, к примеру, в США в период войны. Никто не забыт и ничто не забыто. В сердцах современников они будут жить вечно, как самые яркие эталоны, показатель мужества и героизма. Январь 2019, собравший порядка 300 участников. Частые гости на лыжных маршрутах и школьники. В учреждениях образования Бреста лыжной подготовки стараются уделять много внимания. Главное, чтобы позволяла погода. Наш корреспондент Ирина Ольшова побывала на двух масштабных состязаниях. В скорости и мастерстве соревновались учащиеся московского района и их сверстники из Ленинского. Как это было, расскажем прямо сейчас. Зима не часто радует брещан хорошим снегом. Поэтому в управлении по образованию Ленинского района решили не терять времени и собрать школьников на большой лыжный праздник. Для проведения организатора выбрали стадион средней школы номер 27. Физической культуре и спорту здесь уделяют большое внимание. Учреждения образования всегда в лидерах по программе «Многоборье здоровье» и «Защитник Отечества». «Предмет физическая культура вообще занимает первое место. Это самое главное. Здоров человек телом, здоров духом, у него все будет получаться. Он будет тогда успешен и в других учебных предметах – математике, физике, информатике, языках». 14 школ выставили команды по 10 человек. В программе соревнований индивидуальная гонка на 500 метров для девушек и 1 километр для юношей, а также эстафета. В ней принимают участие по 4 юных спортсмена от школы. Дистанция 500 метров. Кто-то пролетает круг по стадиону за минуты, а кто-то старательно отмеряет метр за метром. На лыжи встали не только ребята, увлекающиеся спортом, но и новички. Себя показать, на других посмотреть, да и просто почувствовать себя частью большой школьной команды. «Мне понравилось достаточно. Хочу отметить, большой вклад в мою профессиональную деятельность сделал мой учитель физкультуры Виталий Талиевич, который выпускал у нас каждый урок физкультуры на лыжню на нашем стадионе». «Я очень люблю уделяться из толпы, потому что все такие, ну как видно, в таком не очень красивом костюме. Я думаю, блин, почему людям не понравилось, людям не сделать радостно, чтобы они улыбнулись, посмеялись, улыбнулись. А то все-таки ходят хрумуры и как-то не очень нравится. Лыжня, ну, если бы было больше снега, было бы немного удобнее, потому что лыжи иногда вбиваются, и палками в землю вообще неудобно. Было бы больше снега, как первый раз, было бы очень классно». Помимо увлеченности спортом и здоровым образом жизни, есть у ленинцев и еще одна креативная задумка – сделать зимний праздник традиционным и ежегодным, объединить под эгидой здорового образа жизни и приобщения к спорту школа Ленинского района. Уже и имя ему придумали – Речицкая лыжня. «К сожалению, у нас зимы были не таковы, чтобы располагать к приобретению лыж. Поэтому до недавнего времени у нас было совсем маленькое количество лыж. Сейчас, слава богу, мы приобрели и по линии Министерства образования, у нас прошла закупка лыж. И за счет средств городской бюджета частично закупили. И нужно сказать, что наши руководители учреждений образования подключились самостоятельно. За счет небюджетных источников, в частности, вот совсем недавно закупили 118 парк для лыж наших учреждений образования. И если говорить на сегодняшний день, то и сегодняшние соревнования – свидетельство тому, что мы обеспечены в том объеме, который нам нужен. То есть сегодня мы можем должным образом проводить лыжную подготовку во всех школах в рамках учебной программы и дополнительно в рамках всех воспитательных мероприятий». Пока ленинцы строят планы, школьники Московского района такой праздник себе уже придумали. И имя ему дали «Лыжня зовет». Порядка полсотни школьников из учебных заведений, расположенных по левую сторону реки Муховец, вышли на лыжную трассу Грибного канала в рамках проекта «Здоровый город Ковалева». 12 школ выставили свои команды, чтобы не только выявить сильнейшего в лыжной эстафете и приобщить молодежь к здоровому образу жизни. В рамках праздника школам Московского района вручили сертификат на приобретение лыж и ботинок. «Сейчас идет такая работа в этом направлении для того, чтобы повысить количество инвентаря в учреждениях образования. Идут закупки. Естественно, не отстает от этого и управление образованием. В связи с этим было закуплено 1400 пар лыж и ботинок. Лыжный инвентарь попадет в учреждения образования Брестской области. Согласно разнарядке, они будут распределены между районами и городами нашей области. Это все в рамках реализации поручения президента Республики Беларусь». Зимний праздник «Лыжня зовет» для школ Московского района мероприятие традиционное. В учреждениях образования лыжной подготовки отведена целая программа. Главное, чтобы погода позволяла встать на лыжи. А со стороны Главного управления по образованию делается все, чтобы все школы были обеспечены необходимым для этого спортивным инвентарем. В 2018 году учебные заведения области получили 1400 пар лыж и ботинок. К предмету физическая культура сегодня пристальное внимание. «С этого учебного года проводится Олимпиада по данному учебному предмету. Естественно, всегда было особое внимание к физическому воспитанию и культуре. Ну а сейчас особенное». «В городе Бресте создана достаточно хорошая база на Гребном канале города Бреста, где дети могут продолжать обучение и обучаться именно езде на лыжах. В учреждениях образования имеется для этого необходимый спортивный инвентарь. Поэтому мы проводим, и сейчас хорошая погода, сейчас на улице нет сильного мороза, выпал ночью снег, поэтому действительно мы проводим такое мероприятие, в том числе посвященное именно и популяризации езде на лыжах». В каждой команде три юноши и девушка. Ребята соревновались на дистанции 800 метров, девчонки пробегали на 300 метров меньше. «Все отлично, лыжня хорошо скользит. Мы еще были в соревнованиях до этого в Бараночках, но по сравнению с этим это просто рай. Лыжня очень хорошая, скользит все очень классно. Для здоровья это во-первых. Они нужны очень. Почаще надо такое, чтобы делать такие соревнования». «Я вообще не очень увлекаюсь так для себя, для поддержания формы. И в школе катаюсь так за школу, и все как-то. Но я за здоровый образ жизни. Это очень соревновательный момент, эмоции просто волшебные. То, что соревновательные, это как-то очень мощно. Я рада, что такие соревнования проводят у нас». Ирина Ольшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогов недели. К другим темам. Люди, о которых мы расскажем в следующем материале нашего выпуска, знают ценность таких важных для каждого из нас понятий, как семья, уют, поддержка и внимание. Они прошли непростой путь, но, несмотря на невзгоды и трудности, всегда шли плечо к плечу, помогая друг другу и оберегая. Бриллиантовую годовщину совместной жизни отметили Ольга Дмитриевна и Василий Иванович Майсюк. На большую церемонию в городской отдел ЗАГС поздравить юбиляров отправилась наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Сегодня друг на друга они смотрят с такой же любовью и теплотой, как и тогда, 60 лет назад, когда в присутствии самых близких и дорогих людей их объявили мужем и женой. И также рука об руку они идут по жизни все эти годы. Жизнь Василия Ивановича и Ольги Дмитриевны насыщенная, наполненная большим количеством красок. Сегодня их надежный тыл – это любящие дети, заботливые внуки и веселые крохи-правнуки. Родители, они всегда подавали пример своей дружбой, любовью, согласием, взаимопониманием. Они всегда держались за друг друга, всегда были вместе и помогали друг другу. 60-ю годовщину совместной жизни Ольга Дмитриевна и Василий Иванович решили отметить в ЗАГСе. Прожить душа в душу столько лет дается не каждой паре, а они смогли. Научились уважать мысли и чувства друг друга, уступать, а когда нужно – поддерживать. Главным секретом своего счастья бриллиантовые юбиляры считают то, что понимают друг друга с полуслова. Но для этого в свое время пришлось пройти немало. Взаимопонимание, прощение, надо именно прощать. Самое главное тоже – терпение и прощение. Это самое главное в жизни. Если вот терпение вот такое и прощение, все. Но еще один момент. Дети уже взрослые. В семье все бывает. И так мы пришли к единому мнению – молчать. Что бы ни говорили, как бы ни поступали – молчать. Как и положено, в рамках торжественной регистрации свой союз бриллиантовые юбиляры скрепляют подписями. В качестве свидетелей на этой церемонии уже их дети, которым в присутствии всех Ольга Дмитриевна и Василий Иванович пообещали как минимум еще через 10 лет встретиться в этих стенах. И в этом их близкие не сомневаются. Бриллиантовые юбиляры помогают друг другу. Беспокоятся о самочувствии и настроении. Они друг за дружком ходят, помогают. Только указания дают. Ну, мама указания, папа старается выполнять все. Ну, их вообще, я говорю, так как мама смотрит за папой, так нет. У них все по часам, но я уже далеко. Обед, завтрак, обед, ужин. Обязательно должен быть. Так что у них, они все поддерживают. Мама всегда это смотрит за ним. Таблеточки, давление, все. Всегда вместе они и на велосипедах, и в лес. Раньше ездили, полностью они отдыхали раньше. Отдыхали, в санаторий ездили, они всегда вместе. Двое детей, четверо внуков, пятеро правнуков. Сегодня это самое большое богатство Ольги Дмитриевны и Василия Ивановича. Их первая встреча больше 60 лет назад положила начало настоящей дружной семье. А в день своей бриллиантовой свадьбы они вновь возвращаются в те далекие годы, переживая и радуясь своей любви и чувствам, над которыми время невластно. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербан, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 3 февраля погоду в городе Бресте будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения. Облачно с прояснениями, местами туман, ветер южный, юго-западный слабый. От 4 до 6 градусов тепла ночью, днем до плюс 10. 4 февраля через территорию города Бреста ожидается перемещение малоактивного фронта. Синоптики прогнозируют коротковременные дожди, в отдельных районах туман. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 6 градусов тепла. Днем будет немного прохладнее, от 3 до 5 со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова